Всем привет, с вами Рати Бор и опять же канал Хукара. Немножко отличемся от темы, кальяна немножко в сторону, потому что сейчас небольшая пауза в кальяной индустрии. Ну а сегодня поговорим немножко о вот этой красоте. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Андрей Парховинг. Мне 22 года, занимаюсь, как бы это в принципе описать автоспортом. Да, конечно, я люблю дрифт, но дрифт у меня получается только во влажную погоду, так как машину более готовили к кольцевым гонкам. Получается, я вернулся с армии. У меня была первая машина ВАЗ-21061, даже 063. Она была бежевого цвета, на фото будет представлена она, я думаю. Вот. Получается, была она с двумя черными полосами. С нее все началось. Сел, она мне понравилась, как в принципе задний привод, как мы все прекрасно это знаем. То есть, наваливать можно, но мешало единственное, чтобы был открытый дифференциал. Получается, на протяжении ее владения, то есть, пока она была у меня, то есть, я ее не покупал, мне ее дали. Дали родственники, сказали, вот, на тебе машину, мы тебе ударим, нагоняй. Все, я гонял там, на стоке, отжимал ее на все бабки, прям сколько мог. Получается, один мотор положил, начал собирать второй мотор, собрал второй мотор, положил. Ну, положил как, я по городу гонял, блядь, там до 5000 моторы крутил. Получается, ту, которую мне подарили, вообще забрали обратно. Но суть не в этом. Короче, собрался силами, купил у одного хозяина две белые шестерки после. Одну я собрал чисто на стоке, такую, в идеальном состоянии, знаешь, просто придал ей виду, ну, нализал всю, там, полироль, не полироль, там, все эти дела, все эти вещи. Вот. А вторую начал собирать под боевую. Вот, она у меня была на этих колесах. Ну, фотографии я тоже, думаю, представлю, в принципе, этих двух машин. Вот. В итоге, та, которую я, ну, то есть, наполировал, там, да, приготовил, я ее выставил на продажу и продал за 50 тысяч, что, собственно говоря, купила все мои затраты на обе машины. Ну, и получается, что вторая, вот эта боевая, которую мы собирали, она, получается, досталась как бы даром. Ну, и решилась собирать боевую машину. Сборка длилась на протяжении около 4-5 месяцев. Но мы ее собрали, мы на ней начали гонять и постепенно, ну, получается, в момент, когда мы на ней гоняли, на зимних ледовых гонках, получается, купил я резину, блядь, контики, нахуй, на все бабки. Гоняли, занимали призовые места, ну, конкретно, блядь, первого я ни разу, конечно, не занял. Вот. На вторые и третьи места я занимал, то есть, как бы, на тумбочку вставал и хоть что-то радовало. В принципе, я этим был доволен. Судьба сложилась так, что дал другу прокатиться на машине, он мне ее разбил. По итогу начали искать машину на замену. То есть, он сказал, Андрюха, я оплачу, получается, все затраты на кузов, то есть, на машину, ну, то есть, чтобы мы ее восстановили. Вот. Он также помогал своими силами восстанавливать. Но белую мы сдали на металл. Вот, собрали серую помойку. Купили мы кузов за 5 тысяч рублей. При условии, что, ну, то есть, у кого покупали, что получают силовые агрегаты, конкретно мотор, коробка, подвеска, трансмиссия, все это возвращается и в владельцу обратно. А те, что собирали на белую гонку, мы все поставим сюда. То есть, соответственно, мотор мы сюда поставили, мы его даже смогли вписать, то есть, официально этот мотор стоит на учете. Вот. Почему я, собственно говоря, не захотел вставить всякие шестнари, там, турбо и все эти дела. На самом деле, интереснее это все делать своими руками, то есть, конкретно с того, что есть, чем уже брать что-то готовое, да, там, заморачиваться и это ставить. Двигатель ВАЗ-2106, шестерочный блок, получается, с белой, который достался мне сюда, мы поставили его на учет. Лошадей 90, ну, не больше 90, это прям 100%. Вот, потому что, получается, мотор объемом 1,7, поршневая 82,4 идет, 4 поршневых кольца стоит. Коробка переключения, передач, короче, тут 5-ступенчатая. Подвеска стоит спереди SS20 Sport на стандартных запиленных пружинах. Все, в принципе, по-стандартному. Только единственное, в рычагах стоят полиуретановые саленблоки. А так, все абсолютно стандартное, запиленное. Спереди по подвескам, по проставкам, 7, получается, 6 сантиметров, 3 сантиметра проставки, дистанционные. Вот, стоят шпильки. Бутерброды стоят 3 сантиметра. Получается, в сумме у нас спереди по вылету 6 сантиметров. Сзади тоже стоят шпильки, как я могу наблюдать, блядь. Сзади стоят запиленные пружины, по-моему, всего в сумме 5 витков. Но суть такая, что сзади подвески абсолютно нету, потому что там вся пружина с забитыми же витковыми проставками. Как работает подвеска? Вот, а на фиге, блядь. По проставкам сзади стоит, получается, переходная проставка, 5 сантиметров, плюс дистанционная 2. В сумме, получается, 7 сантиметров. Ференциал у меня, получается, стоит блокировка. Да, кстати, выхлоп самопальный, стоит коллектор Subaru Sound. Не, каркас никакой я не планирую, но суть вся в том, что вообще потенциал машины этой складывается в связи... Ну, как обычно, по-стандартному у нас лошадиная сила на килограмм, то есть на вес автомобиля. Стоит гидравлический ручник. На капоте наклеена наклейка Drive. Это автозапчасти на улице Советской Армии 13. У ребят очень хорошие запчасти, то есть по очень хорошей цене. Поэтому, кому надо, приезжайте, закупайтесь. Ссылка будет в описании. А сейчас давайте чисто ради эксперимента попробуем заехаться. Как раз будет дождик, сейчас моросить уже. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ремонтируйтесь, я думаю, там будет не очень дорого, как в других, например, сервисах. Что еще можно сказать? Ну, у меня просто нет слов. Машина валит, машина едет, машина топ. Подписываемся на канал в YouTube Хукара. На группу ВКонтакте Series Classic. Ссылка будет ниже, в описании. Да, ссылка будет в описании. И что я еще могу сказать? До новых встреч, карьяны будут с вами. Пока. Все. 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 Выруби. Я пытаюсь, блин. Да ты что, ты первый, кто меня снимает на камеру так, блядь, официально. Давай, давай. Просто суть какая. Я меняю по улицам, да, то есть стараюсь сделать так, чтобы меня никто не снимал, чтобы было спокойно, чтобы меня никто не видел, да, чтобы я не слишком сильно выделялся из толпы.